Доброе утро всем, кто к нам присоединился. 8 часов время новостей на телеканале НИКА. Вопросы стимулирования бизнеса, профобразования, улучшения жилищных условий стали главными на заседании Государственного Совета при президенте. Владимир Путин большое внимание уделил практике регионов. Так, свои предложения по стимулированию роста производительности труда внес губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он отметил, что в стране уже накоплен достаточный опыт. В работе по привлечению инвестиций своими наработками всегда охотно делится Калужская область. Тем не менее, повышению инвестиционной привлекательности как к отдельно взятых регионах, так и России в целом нужно уделить еще больше внимания. Важным резервом повышения нашей инвестиционной привлекательности является все-таки тарифная политика. И те решения, которые были приняты вами, Владимир Владимирович, руководством страны по сдерживанию роста тарифов естественных монополий, несомненно, благотворно скажутся на развитии экономики. И что особенно важно, это продолжение политики государства, направленное на развитие малого и среднего бизнеса. Но в этом направлении, конечно же, имеются сейчас успехи, они замечаются в том числе и самим малым бизнесом. Но надо все размещать в центр этой работы в развитии малого и среднего бизнеса именно, опять же, в реальном секторе экономики. И подкреплять ее дополнительными преференциями. В своем послании к Федеральному собранию вы, Владимир Владимирович, объявили об очень важном решении, которое позволит регионам компенсировать подтвержденные затраты на создание инфраструктуры индустриальных парков. Это обязательно даст мощный мультипликативный эффект привлечения инвестиций. Но чтобы еще в большей мере задействовать инициативу регионов, на наш взгляд, было бы правильно рассмотреть возможность введения хотя бы временного моратория на применение тех правил, которыми сегодня руководствуется Министерство финансов при определении объема финансовой помощи регионам и софинансирования совместных проектов и программ. Сегодня оно осуществляется в зависимости от бюджетной обеспеченности, что в значительной мере снижает желание регионов повышать эту самую обеспеченность и порождает иждивенческие настроения. Возможно, в поручениях по итогам сегодняшнего заседания Госсовета эта проблема также могла бы быть разрешена. Это обязательно вызовет дополнительный интерес у регионов к развитию экономики и повышению производительности труда, что, собственно говоря, и требуется. Спасибо. Владимир Путин отметил, что предложение Анатолия Артамонова хорошее, но есть опасения, что, цитата, бедные регионы будут еще беднее. За разъяснениями президент обратился к министру финансов России Антону Силуанову. И вот, что он ответил. О чем Анатолий Дмитриевич говорит? Он говорит о следующем. О том, что сегодня есть субсидии, которые предоставляются регионам на выполнение их полномочий. И доля участия региона в этих субсидиях варьируется в зависимости от возможностей, бюджетных возможностей региона. Сильные регионы, большая доля, слабые регионы, меньшие доли. Считаю, что это, в принципе, справедливый подход. И сильные регионы, конечно, могут больше участвовать в софинансированных мероприятиях. Но в нынешних условиях, когда все силы регионов сосредоточены на выполнении указов президента, которые, так сказать, тоже должны быть обеспечены в полном объеме, безусловно, считаю, что в целом требования к софинансированным обязательствам региона могут быть понижены. В целом, если мы, предположим, год назад могли требовать в целом по регионам 50 на 50 где-то участие, то сейчас можно было бы сделать 30 на 70. 30 регион, 70 федераций. При условии, что это должно касаться не первоочередных софинансированных мероприятий. Потому что есть субсидии, которые не связаны с реализацией указов президента. Вот по этим мероприятиям, по инвестициям, может быть, даже какие-то мероприятия мы можем отложить таким образом на более длительный срок. Ничего там страшного нет, если это не указное мероприятие. Поэтому в целом считаю, что требования к регионам по софинансированию должно быть понижены по непервоочередным софинансированным мероприятиям. А в жилищно-коммунальном хозяйстве Калуги наведут порядок в будущем году. Как сообщили на планерке в городской управе, под особый контроль попадут управляющие компании. Также было объявлено о кадровых переостановках. Тему продолжит Ольга Золотина. Романтики на смену управления делами городского главы. В начале планерки бывшего начальника управления ЗАГСа Калуги Валерия Буровцова представили в качестве нового заместителя городоначальника. И без лишних комментариев перешли к обсуждению насущных проблем. Среди главных недобросовестности управляющих компаний. Одна в преддверии Нового года потеряла доверие после обращения жителей подведомственного ей дома по адресу 65 лет победы, дом 25. И потеряла свой статус. В наступающем году сфера ЖКХ будет под особым контролем. В следующий год мы с вами очень активно посвятим этой работе. И для нас это будет приоритет. Это наведение порядка в управляющих компаниях и вообще в обслуживании населения по тематике жилищно-коммунального хозяйства. Это основа. Не меньше внимания уделят дошкольному образованию. Определенные достижения были и в этом году. У воспитателей увеличилась заработная плата, подчеркнул начальник управления образования и экологии Ольга Лыткина. И теперь, по ее словам, составляет 20 554 рубля. С открытием новых групп успешно решается проблема с очередями в детские сады. Обеспечено более 350 дополнительных мест. Правда, по-прежнему сложная ситуация с устройством малышей до трех лет. Надо рассматривать уже в каждом строящемся детском образовательном учреждении, дошкольном, конечно, нужно предусматривать, если бы хотя бы одну изначальную группу. Потому что детишек становится больше. Надо надеяться на то, что все-таки их будет еще больше и больше. В следующем году детских садов станет больше. Дошкольными группами обзаведутся Дубрао-Росва. А в дальнейшей перспективе – Правый берег и Секиотова, где запланировано строительство сада на 150 мест. Ольга Золотина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИК-ТВ. Под градом пуль. Калугу вновь освободили от захватчиков. Реконструкция событий 1941 года прошла во дворе Краеведческого музея. Бойцы Красной Армии в бою с солдатами вермахта одержали победу. Вести с передовой в сюжете Сергея Коробкова. Треск автоматов, грохот ружейных выстрелов и короткая, но страшная рукопашная. Древний город спасен, а враг повержен. Части 50-й армии собирают пленных и подсчитывают потери после штурма Калуги. И как 72 года назад, после изгнания врага, торжественный митинг. Товарищи, поздравляю всех с 72-й годовщиной освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на ожесточенный бой, историческая реконструкция прошла без жертв. Как только отгремели выстрелы и торжественные речи, зрители устремились к участникам, чтобы устроить фронтовую фотосессию. В этот раз войска вермахта представляли белорусские реконструкторы. Если бы были одни немцы, ничего бы не получилось, потому что без Красной армии сегодня не стала бы возможна данная постановка. То же самое без немцев. Также бывают нужные мероприятия англичане, поляки. Это история. Ничего за этим никакой идеологии не скрывается. Красные, белые. Это просто историческая справедливость, исторические мероприятия. Константин Котов занимается историческими реконструкциями уже пять лет. Сам себя называет актером военно-патриотического жанра. Как офицеру ему достаются роли комиссаров и задача поднимать бойцов в атаку. Увлечение родной истории передалось по наследству и старшему сыну Константина. Сын, ему 16 лет. Он иногда участвует в реконструкциях, когда не занят в школе или на дополнительном обучении. Как и в настоящей войне, в этом бою не обошлось без участия женщин. Валерия Аксенова, как и ее ровесница, десятки лет назад вытаскивала на себе раненых и оказывала первую помощь. Кстати, травмы в ненастоящих боях бывают вполне реальны. Практически на каждом бою бывают такие случаи, что у людей настоящие травмы. И приходится и первую помощь оказывать, и скорую вызывать. Это достаточно травмоопасно. Но невозможные травмы, несложности в создании костюмов и снаряжения не пугают реконструкторов. Главное для них – сохранение памяти и исторической справедливости. Людей разных профессий и возрастов объединяет любовь к родине, к ее истории и желанию, чтобы в реальной жизни, если и звучали, то только холостые выстрелы. До самого сказочного праздника Нового года осталась всего неделя. Как правильно встретить синюю деревянную лошадь, знают гости программы «Главное». Что надеть, какие блюда подать к столу и другие секреты, раскроют специалисты начала программы в 20.00. Ну и в данной минуте это все новости о других новостях менее чем через час. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok